Всем привет! Сегодня мы едем на самую популярную экскурсию не только в Пафосе, а вообще на всем Кипре. Мы увидим горный массив Тродос, монастырь Кикас и другие достопримечательности. Уверены, что будет очень интересно. Все покажем и расскажем. Наша экскурсия в горы Тродос пройдет по самому популярному маршруту. Мы увидим высочайшую вершину Кипра, побываем в нескольких монастырях, насладимся пейзажами знаменитой Кедровой долины и загадаем желание на том самом берегу, где богиня красоты Афродита впервые ступила на землю. А еще мы будем пробовать местные вина, блюда и сладости. Первая остановка – мужской монастырь, посвященный Богородице. Он построен в горах на высоте 700 метров. Согласно преданию, монастырь был основан после чудесного обретения иконы с образом Богоматери Золотого Граната. Ее написал апостол Лука. К ней съезжаются паломники со всего мира. Наш гид Галина рассказал нам удивительную историю этого места. Во внутреннем дворе монастыря есть чудесная смотровая площадка. А рядом с ним растет огромная вековая сосна, которую на Кипре трепетно оберегают. Как мы узнали, местные жители вообще очень бережно относятся к флоре и фауне. После неизбежных лесных пожаров, например, озеленением острова занимаются не только специальные службы, но и добровольцы. Едем дальше. По пути наш гид рассказывает нам такие факты, которых не найдешь в путеводителях. Галина живет на Кипре с прошлого тысячелетия и знает об этих местах все. Она легко ответит на любой вопрос, знает сотни нифов и легенд, а главное – бесконечно влюблена в остров. От души советуем ее, как гида. Контакты Галины оставим в описании к этому видео. Обращайтесь, не пожалеете. Такой потрясающий воздух и такая красота, тишина и поют птички. А мы уже в Кедровой долине. Она расположена на территории Пафоского леса и состоит из нескольких тысяч уникальных деревьев. Таких вы больше нигде не встретите. На экскурсии мы узнали, как формировался остров в геологическом плане. А еще, что на Кипре живут муфлоны. Эти горные бараны с закрученными рогами являются исчезающим видом. Иногда туристы встречают их во время экскурсий. Не бойтесь, они не опасны. А тем временем мы добрались до монастыря Кикас. Самый известный монастырь Кипра построен на склоне горного массива Тродос и посвящен Деве Марии. Место было основано в 1100 году. Здесь круглый год можно встретить паломников и туристов со всего мира. В Кикском монастыре хранится икона, написанная с лико Богородицы при ее жизни. Ее автор – апостол Лука. О чудесах, связанных с этой иконой, рассказывают из поколения в поколение. Галина рассказала нам историю этого места и о потрясающих фресках, украшающих его стены и своды. Мы гуляли по коридорам и аркадам, рассматривали детали и наслаждались атмосферой. На экскурсии вам предстоит выяснить, почему чудотворная икона хранится именно на Кипре. Какие трудности пришлось преодолеть основателю монастыря. Почему рядом с этой иконой находится макет руки и многое другое. Для паломников в храме открыт зал святых народов. Внутри снимать нельзя. Во время экскурсии вы будете поражены. Главный зал украшен богатыми люстрами и уникальным золотым иконостасом. Это очень красивое место. После посещения монастыря Киркотт мы отправились смотреть местные сувениры в лавках неподалеку. Оказалось, что цены тут ниже, чем в пафосе. А выбор просто потрясающий. Это целый инжир. Вот это вот такими спиральками, если вы видите, это тыква, она плотная, ее режут такими специальными, варят варенье. Вот это из кожуры цитрусового, бергамот. Смотрите, это черчелы. Отличаются от грузинской черчелы? Очень отличаются, да? Разный орешек может быть внутри. Вот здесь миндаль, да? Вот там есть и грецкий орех, вон там видно. И разные по цвету. Вот это обычная, уваренная до густоты виноградный сок. А здесь с добавлением гранатового сиропа. А вот этот, такого шоколадного, это рожковое дерево. Продавец угостила нас чаем и кипрскими вкусностями. Тут мы узнали много любопытного о местных товарах. Арахис в сладкой глазури и с кунжутом. Очень мягкий, сладкий вкус. Чего тут только нет. Хотелось скупить всю лавку. На Кипре много уникальных сувениров. Одно только варенье чего стоит. Оливки, мед, косметика, масло, чай, пряности. Глаза разбегаются. Самый полезный здесь мед считается тимьяновый. Тимьян, он же чабрец, да? Все горы покрыты этим тимьяном. И пчелки собирают очень вкусный, такой вот он темный, видите, мед. Немножко похож на гречишный. Помогает от различных болезней. Это оливка. Что удивительно, оливка сама по себе очень горькая. Невозможно ее скушать. А тут из нее даже делают варенье. Она при этом не имеет горечи. А вот баклажан, видите, вот это баклажанчик. А внутри там орешек добавляют, да? Для пикантности орешек. Хотелось бы вам попробовать варенье из оливок. А тимьяновый мед, а сироп из рожкового дерева. Удивительные вкусности! Видите, кто нарисован? Ваш любимый ослик. Вы знаете, что ослиное молоко имеет потрясающие свойства. Очень целебные, да? Об этом знала еще Клеопатра, которая принимала ванны из ослиного молока. Всегда за Клеопатрой следовало такое стадо ослиц. Почему? Потому что каждая ослица, у нее можно взять только около стакана где-то молока, чтобы осленок не остался голодным, потому что она в сне уже варенье нет. Всего ослица дает где-то около литра молока. Поэтому ослиное молоко очень дорогое. Литр ослиного молока стоит порядка 30-40 евро. А теперь отправляемся в церковную лавку Кикского монастыря. Здесь можно купить редкие иконы, украшения и традиционные сувениры. Тут нам тоже провели небольшую экскурсию. Вино нужно обязательно попробовать. Чуть-чуть я вам налью, пригубите, смотри. Это намо, монастырское вино, изготовлено из вяленого винограда. Таким вином угощал Иисус Христос на Тайной Вечере. В магазинах вы такого вина не встретите, разливается на горе Афон. И также еще хочу дать вам попробовать второе. Это наша кипорская, очень знаменитая командария. Очень редкая величественная икона, потому что только на этой изображен Иосиф вместе с Девой Марией и с Иисусом Христом. Наша семейная икона называется Святое Семейство. Также Три Радости ее называют. Защищает нашу семью, располагается в любой части дома. В церковной лавке работают очень хорошие люди, которые обязательно помогут выбрать икону, сувенир или подарок близкому человеку. Нас угостили местным вином, рассказали, почему гранат является одним из символов христианства. И вообще приняли очень радушно. В горах Тродос из нескольких точек виден силуэт белоснежного креста, установленного на вершине горы. Рядом с ним находится часовня. А еще отсюда открывается чудесный вид на природные достопримечательности Кипра. Если подъехать поближе, на вершине Белого Креста можно разглядеть еще один, красный. Он обращен в сторону турецкой части острова. На экскурсии вам предстоит узнать, зачем это сделано. Белоснежный 25-метровый крест, уединенная часовня, колокол, горная деревня на склоне горы. Это очень красивое место. Во время экскурсии в Тродос вы проедете несколько горных деревушек. В одну из них непременно стоит заглянуть на обед. Наш выбор пал на так называемую черешневую деревню. Вкусное название, правда? В сезон ягодами можно будет полакомиться. На обед мы отправились в очень уютное банорамное кафе. Мы ели жареные халуни и пили кофе с кипрскими сладостями, любуясь из окна очаровательными крышами сказочных домиков. Раньше мы видели такие пейзажи только на открытках и картинках в интернете. Атмосферу дополнил живой огонь в камине. Я взяла десерт. Очень похож на пахлаву, а внутри молочный крем. Он с орешками. Он весь из орешков. Ммм, божественный. Тесто как будто обжаренное, как вермишелька. Внутри очень много орехов. И какой-то нежный такой масляно-молочный крем. О, господи, с горячим шоколадом. Это просто вообще сказка. А какой вид из окна. Потрясающее место. Здорово, что мы сюда доехали. Мы немножко замерзли. В горах прохладно. А здесь мы греемся, наслуждаемся красивым видом. Очень вкусно. Очень красиво. Ой, хорошо. Погода нас немножко подвела. Мы приехали на Кипр в феврале, когда в Тродосе выпадает снег. Наш гид знает, что ехать на вершину Олимбаса во время оледенения опасно. Поэтому рисковать мы не стали. И если честно, совсем не расстроились. Панорамами Кипра мы успели насладиться сполна. Вот еще одна смотровая площадка на высоте 1350 метров. Ее, в отличие от Олимбаса, туманом не заволокло. Вид просто шикарный. Еще немного, и мы у самого высокого водопада в Тродосе. Как жаль, что через экран не передать эту мощь, звук и частоту горного воздуха. От души советуем вам побывать в этих местах и ощутить все это на себе. Ну а нам пора на винодельню. Будем разбираться в винах Кипра. Семейная винодельня Ламбуре находится на высоте более 1100 метров над уровнем моря. Ей принадлежат виноградники на склонах город Тродос. Семья Ламбуре занимается виноделием более 350 лет. Ее продукция завоевала огромное число наград на международных выставках. Будем пробовать! Семелье подробно рассказывает о каждом напитке. Сорта винограда, особенности вкуса и аромата. Какой еде подойдет. Мы попробовали два белых и два красных вина, два сухих и два полусладких. Все из местных сортов винограда. О, вот это мне нравится! А еще винодельня делает вкуснейшее оливковое масло. Это аромат, как шампанское без газ. И вино из арома персик. Мангл, 11 градусов. Очень вкусное! На очереди ликерное вино Командарье. На экскурсии вы узнаете, почему его называют вином королей. Ой, так пахнет! Обязательно привезите бутылочку Командарье с Кипра. Это замечательный подарок и визитная карточка страны. Это два раз дистиллирная винограда Командарье. 43 градуса алкоголя. 100% натурал. Дистилляция без сахара, без оси, без сульфита. Мы попробовали и крепкие напитки. Для меня, как видите, слишком. Но я и вино только сладкое пью. Что с меня взять? Это тыква. Вот такая тыква здесь растет. Это тыква. Ее не кушают. Ее оставляют прямо на лозе. Высыхает она. И она становится как деревянная. Внутри она полая. Там семена у нее. Потом отрезают. Вычищают семена. И используют как кувшинчик для воды или для вина. Паррецов до королей. Да. Диана. Такая же бутылка. Да, как раз и Джонни Лев. А вот эта, посмотрите, она как бы усеченная немножечко. Когда у тыквы отрезают вот здесь вот краешек, то получается черпак для того, чтобы набирать вино. И как раз хорошо, чтобы бутылка находилась именно под 45 градусов наклон. Чтобы меньше было испарения. И она могла очень долго храниться. При винодельне очень выгодно покупать вино. Мы проверили. В магазинах на Кипре и Дьютифри оно стоит дороже. Так что если поедете на экскурсию, не упускайте шанс набрать подарков для себя и близких. Обязательно обратите внимание на шоколад с ликером, лукум, оливковое масло и сувениры. Едем дальше. По пути Галина рассказывает нам об истории и современной жизни Кипра. Еще мы попросили ее посоветовать рестораны в Пафосе. Спросили, что нужно попробовать, какие сувениры привезти, куда пойти на самостоятельные экскурсии. Пока мы все это обсуждали, полюбили Кипр еще сильнее. На очереди мифы и легенды Древней Греции. Скоро нам это пригодится. Наша следующая остановка – так называемая скала Афродиты. Место, где богиня красоты вышла на берег из пены морской. Афродита вышла вот там. Вот видите, вот этот самый большой камень, так и называется, скала Афродита. От него как будто когда-то давно откололся камушек. Видите, вот у него треугольная вершинка. Вот между тем, вот там, где волна как раз бьется, вот там она и... С этим местом связано много поверьей и легенд. Иногда гиды отправляют туристов плавать вокруг камня, сулят вечную молодость и красоту. Мы просто загадали желание и поискали камень в виде сердца. Погадала желание и выбросила камушек в виде сердечка в море. Теперь сбудется. Рядом расположена лавка с сувенирами. Мы посмотрели цены. В самом пафосе они ниже, так что на шопинг лучше пойти в другое место. О ценах на Кипре мы сняли отдельное видео. Жмите на колокольчик, чтобы его не пропустить. Мы едем в пафос. Экскурсия в Тродос длилась 8 часов, но мы не заметили, как пролетело время. Это был один из лучших дней в нашей жизни. Если у вас есть какие-то вопросы по экскурсии, задавайте. Обязательно ответим в комментариях. Поддержите нас лайком, нам будет очень приятно. И обязательно подпишитесь на канал, чтобы путешествовать вместе с нами.